Новогодняя ночь в огнях или в огне? Праздники всегда добавляют работы спасателям. У кого ёлка загорелась, у кого фейерверк выстрелил. В спецэффектах разбирался Евгений Анаприенко. Весь дом в огне и дыме охватила искры от гирлянды. Это худший сценарий новогодней ночи образца 2013. Среди пострадавших дети. Вот так вмиг воспламеняется и сгорает. Главное украшение дома и главная опасность. Ёлка должна стоять крепко, не перекрывать двери и окна. И никаких свечей и бенгальских огней поблизости. Как бы романтично, они не смотрелись. Безопасность в её же интересах. В новом году Леся ждёт пополнения. То есть, что тут нет никаких легкозаймистых вещей. Ни шторы, ни батареи поруч. И какой же Новый год без фейерверков. Пострадавшие от них в этом году уже есть. В Николаеве мужчина мастерил свои петарды. Остался без обеих рук. Жертвы новые, а правила старые. Не стрелять во дворах из балконов, подальше отходить и укреплять ракетницу кирпичами. Если хотя бы одна ракета не вылетела, этот коробок уже представляет опасность. 10-15 минут к нему лучше вообще не подходить. А потом или утопить в воде, или засыпать снегом. Эта хлопушка абсолютно безопасна. Даже в руках ребёнка. Возле главной ёлки столицы в этом году свои правила безопасности. Каждый день кто-то норовит взобраться на неё. Потому и своя охрана. Вчера мы сняли оттуда пьяного человека, распивал там спиртные напитки. Пока охранники справляются, а в новогоднюю ночь помогут спасатели. Наряды пожарных будут работать в усиленном режиме. Евгения Наприенко, Антонина Моровди, Елена Брынза, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер.